Жители Узбекистана возвращаются домой. В сторону границы России и Казахстана отправили первые автобусы с женщинами, детьми и пенсионерами, которые несколько дней жили в полевом лагере неподалеку от Большой Черниговки. Вместе со своими земляками в палаточном городке находится генеральный консул посольства Республики Узбекистан в России. Он поддерживает людей и рассказывает, как им вернуться обратно на родину. Мы сейчас разъяснительную работу ведем. Вот вы видите, наблюдаете за ситуацией, когда мы по спискам вычитываем и приглашаем на посадку микроавтобусы, чтобы они их довезти до казахской границы и потихоньку-потихоньку будем отправлять домой. Границу со стороны Казахстана перекрыли из-за чрезвычайного положения в стране. Его ввели из-за пандемии коронавируса. Режим ЧП сняли лишь в ночь с 11 на 12 мая. Из-за того, что порядок пропуска через границу республики не отрегулировали до конца, в Самарской области застряли около тысячи жителей Узбекистана. Многие из них предпочли остаться в своих машинах, остальные перебрались в палаточный лагерь. Для того, чтобы создать нормальные человеческие условия пребывания этих граждан здесь, у нас на территории Самарской области, губернатором Самарской области Дмитриевича Мазарову, было принято решение развернуть пункт временного размещения иностранных граждан, который было развернут здесь на 500 человек неподалеку от Большой Черниговки. В палаточном лагере создали все необходимое для комфортного проживания людей в полевых условиях. Например, здесь можно помыть руки, а рядом по соседству располагается медицинский пункт, пищеблок и полевая кухня всех иностранцев обеспечивают трехразовым бесплатным горячим питанием. Те, кто еще не дождался своего рейса, занимаются спортом прямо в открытом поле, иностранцы коротают время за игрой в футбол. Работа городка организована следующим образом. То есть есть администрация, которая ведет учет пребывающих и убывающих, которая контролирует порядок. Значит, развернутый городок из 48 палаток, в которых есть раскладушка, матрас, простынь, есть тепловые пушки, где дети, женщины, мы эти палатки прогреваем. Оставшиеся в палатках жители Узбекистана должны отправиться на родину уже сегодня. Один из них Михаил Сахибов. Еще весной молодой человек прилетел к своему приятелю в Москву из Ташкента, но из-за пандемии коронавируса не смог вернуться на родину. Поэтому ему пришлось добираться домой на машине. Михаил признается, в палаточном городке жители Узбекистана приняли как родных. Условия супер. Сотрудники тоже супер. Все помогают, все шутят. Кормят хорошо, поют. Все, что не делают. Ну, здесь, в принципе, все комфортно. Жителей палаточного лагеря отправляют на пограничный пункт пропуска Маштакова, который находится в Оренбургской области. Первая колонна выдвинулась в сторону границы еще в понедельник, 18 мая. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.